Привет! С вами предприниматель Взлет и Алексей Крюков. Сегодня мы рассмотрим с вами два основных типа возражения. Это обоснованное и необоснованное. Оставайтесь с нами. Возражения обоснованы. Это когда человек что-то купил, чем-то попользовался и ему что-то не понравилось. У него есть реальная история и у него есть реальная проблема. Ну, она может быть не такая сильная, но это проблема. Ему не нравится Reflame. Для нас, для хороших консультантов, это уже проблема. Как же понять, обоснованное это возражение или нет? Просто задавайте вопросы. Подробные вопросы. Узнайте, что случилось и как. Она говорит, мне не нравится. А чем вы пользовались? Я пользовалась многим. А что именно вам не понравилось? Ой, мне не понравилась декоративка. А чем именно вы попользовались? Помадой, тенями, тушью. Ей придется что-то вам отвечать. И вот если она ответит, если она скажет, что я пользовалась вот такими тенями, вы найдете их в каталоге, посмотрите, убедитесь, что именно эти тени у нее были. Потому что, поверьте мне, ошибок бывает очень много и очень часто. Люди покупают продукцию другой фирмы и склоняют потом, на чем свет стоит Reflame. Когда начинаешь в этом разбираться, выясняется, что вовсе это и не Reflame, а другая компания. И что это были не тени, а пудра. И что она не туалетно носила и так далее. Но в этом нужно обязательно разобраться. Тогда вы сможете снять эту проблему. А вот если она скажет, что да я не знаю, да вот сестра моя покупала, да чем, да я точно не помню. Вот для вас сразу будет сигнал. Это возражение необоснованное. Итак, мы столкнулись с обоснованным возражением. Она сказала, что она купила крем для лица, и он ей не подошел. И вы начинаете расспрашивать, какой крем? Ага, выяснили. В каком возрасте, да, подходит ли он по возрасту? Посмотрели, подходит. А тип кожи? Посмотрели, а тип кожи не подходит. И начинаете, да, объяснять, что вы купили крем не для того типа кожи. Почему вам продал этот консультант, я не знаю, да, обратитесь к нему. А что, у вас нет телефона? Очень жаль. А вот у моих клиентов всегда есть мой телефон. Я всегда оставляю свой телефон, чтобы вы могли мне позвонить потом и рассказать, как вам понравится наш продукт. Поймите, что у хороших консультантов всегда есть связь с клиентами. Мы всегда оставляем им свой телефон, ну и берем, конечно, их. Очень часто, решив какую-то проблему человеку, вы приобретаетесь к клиенту навсегда. У меня был случай, когда женщины с проблемным лицом продают маску просто очищающую. И, конечно, она ей не помогает. Я ей обещаю консультант, что, конечно, она намажется, нанесет на себя все, и у нее все пройдет, ни одного прыщика не будет. И такое не случается. Она разочарована, она обижается на всех, на Reflame и на весь мир. И тут появляюсь я. Я ей говорю, что я из-за Reflame, конечно, встречаю негатив. Она машет рукой и говорит, что нет, я не хочу с тобой даже связываться. Мне не подходит эта косметика. И я начинаю спрашивать, чем пользовалась, как случилось, что произошло. И она рассказывает, и она вынуждена мне была рассказать. Я говорю, вы смотрите, чем вы пользовались, эта же маска не для проблемной кожи, это же просто для жирной кожи. Она говорит, а это раз не одно и то же. Она же имеет право заблуждаться, она имеет право чего-то не знать. А вот тот консультант, который я продавал, он поступил просто некорректно. И тут, что я делаю, я ей предлагаю купить правильный продукт, купить продукт чайное дерево. И она покупает, понимаете, я настаиваю, я говорю, что вам точно подойдет. Я обещаю вернуть деньги, если ей не подойдет. И она, видя мою решимость, а у меня была эта решимость, потому что я хотел ей доказать, что у нас есть продукты для проблемной кожи, потому что у меня сама проблемная кожа. И Reflame очень хорошо с ней справляется. Она делает заказ. И что вы думаете, он ей подходит, у нее начинается заметное улучшение. Что получается в итоге? Я приобретаю постоянного, преданного мне клиента. Она у меня покупает все, что я ей посоветую. Всегда. Не этого ли вы хотите? Итак, услышав возражение, ваша задача добиться ответа на три вопроса. Кто пользовался? Чем пользовался? И как пользовался? Потому что продукт Reflame не подходит в двух случаях. Либо он неправильно подобран, либо он неправильно использован. И в том и другом случае виноват кто? Виноват консультант, потому что вы не научили, как им пользоваться. Или вы неправильно подобрали. И в том и другом случае страдаете кто? Да вы страдаете. Кто же консультант? Потому что вы потеряете клиента и не будете зарабатывать деньги. Поэтому, отдавая продукт, обязательно расскажите, как им пользоваться. Я всегда пользуюсь такой фразой. Я думаю, что вы знаете, но я на всякий случай напомню, это крем ночной, мы пользуемся им на ночь. Я уверен, что вы знаете, но я вам на всякий случай напомню, это сыворотка. Пользоваться нужно под крем, либо вместо ночного крема, но никак не вместо дневного крема. Люди делают очень много ошибок в использовании продукта. Это порой смешно, а порой даже страшно. Напишите в комментариях нелепые, абсурдные случаи использования продукции, чтобы мы увидели с вами, сколько еще у нас работы по обучению людей искусству ухода за собой. Теперь давайте перейдем с вами к необоснованным возражениям. Это совсем другого рода возражения. С ними работать надо совсем по-другому. Сидит наш клиент, который просто в плохом настроении. Может быть он всегда такой, а может быть у него сегодня что-то случилось. Мы этого не знаем. Когда мы к нему приходим, начинаются придирки, начинаются какие-то сомнения, начинаются высказанные каких-то претензий. И тут мы, конечно же, сразу начинаем задавать вопросы. А чем вы пользовались? А что вам не понравилось? А почему? И мы услышим ответы, которые нам сразу дадут понять, что эти возражения необоснованные. Кто пользовался? Да я не помню. Да все говорят. Да я сама не пользовалась, но неизвестно что. Да какой тушью? Да я не помню. Да какой продукт? Да я точно не знаю. Но точно Арифлейм. Все. Сразу видно, что это просто необоснованные возражения. И с ним работать не надо. Если вы находитесь один на один с этим человеком, то просто сворачивайтесь и уходите. Говорите спасибо, приятно было познакомиться, до новых встреч. Если вы находитесь в компании людей, если там, например, находятся 3-4 женщины, и одна из них начинает негативить, то помните, этот негатив как раз ее желание привлечь внимание к себе. И если вы начнете с ней спорить, если начнете ей что-то доказывать в надежде, что если вы ее убедите, то остальные точно купят, то вы потерпите неудачу. Потому что в этом случае она будет до конца стоять на своем. Потому что она будет видеть, что она главная в этом споре, ей важно будет выиграть этот спор. Как мы делаем? Делаем очень просто. Мы просто в голове исключаем ее из этого разговора. Мы становимся к ней немножко боком и начинаем общаться с другими людьми. Она будет встревать, она будет вставлять какие-то реплики. А вы не обращайте внимания, а просто другим женщинам рассказывайте о том, чем вы хотели рассказать. О каталоге, о новых предложениях. И вы увидите, как сначала она будет стоять в стороне и делать вид, что все это плохо, все это неправильно. А потом начнет участвовать в разговоре, потому что ей нужно внимание. И она понимает, чтобы добиться этого внимания, ей нужно начать вашу игру. Она начнет с вами соглашаться, она начнет пробовать ваши продукты и скорее всего даже сделает покупку. Но даже если не сделает покупку, она не будет другим мешать. И поэтому запомните, мы негативщика избегаем. Если мы с ним встречаемся один на один, мы просто разворачиваемся и уходим. Если он в коллективе, мы просто мысленно в голове его устраняем и общаемся со всеми другими. И так понятно, что без возражений не бывает продаж. И ваша задача полюбить эти возражения. Полюбить общаться с своими новыми знакомыми на тему продукции Арифлейм. Ведь именно из этого, непростого на первый взгляд общения, вы получите новых клиентов и новые заработки. А я уверен, что у вас все получится. С вами были предприниматели Взлет и Алексей Крюков. Напишите в комментариях, какие вы слышали интересные возражения. Давайте их вместе обсудим. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео, в котором мы поговорим о очень простой, но абсолютно необходимой вещи в жизни каждого продавца. До встречи!